alt sg и остановились мы прошлый раз на чем так в понедельник мы посмотрели вот эти инструменты это x труд внутри этого был инструмент ребов также сферы и цилиндр смотрели вот эти инструменты offset фил мультисекшен мультисекшен surface и вот этот инструмент blend и я вам говорил что мы будем рассматривать вот этот инструмент который называется sweep отдельно давайте вот этим инструментом а сегодня займемся такой самый такой сложный один из сложных инструментов не всегда можно понять что имеется ввиду под этим инструментом вот смотрите когда мы открываем свой инструмент sweep так у нас здесь появляется то есть существует несколько методов создания вот этого поверхности с помощью вот этого инструмента первый основной этой экспрессе называется экспрессе вот этот профайл type explicit то есть по типу основного профиля то есть вообще 4 делится на 4 так профайл то 1 у нас экспрессит 2 у нас идет line 3 у нас идет окружность и 4 у нас идет коник коническая так и каждый из них можно создать по несколько по нескольким типам скажем например экспрессит у нас есть сап тайп несколько вариантов раз два три варианта line у нас есть 7 вариантов циркл тоже 7 вариантов и коник тоже есть у нас 4 варианта в общем на в общем есть его посчитать у нас здесь можно посчитать 21 вариант создание поверхности с помощью вот этого инструмента sweep так давайте начнем шаг за шагом рассматривать каждый метод мы рассматривать не будем потому что ребята я как уж говорил вот этот цвет такой очень комплексный или такой инструмент за раз создать поверхности по каждому методу у нас не получится так теперь если мы выбираем какой-то метод создания поверхности то у нас вот здесь появляется такой маленький как бы рисунок рисунок который объясняет что нужно для этого метода и как получается поверхности так давайте посмотрим так для вот этого первого варианта with reference surface нам нужны профайл то есть это профиль и гайдлайн то есть линия направления это что-то схожие с на парт дизайн у нас был вот такой инструмент который называется риб ну ребро вот это что-то схожие вот с этим инструментом с инструментом риб для этого нам нужен профиль давайте нарисуем профиль ну как пусть это будет полукруг центр которого находится так начале координат и так так пусть будет суппорт пусть будет у нас yz но и но и братьев наверное 50 к примеру от 0 до 180 градусов это вставляет нажимаем на окей теперь нам нам также нужен гайдлайн то есть линия направление линия направлением я буду нарисую скажем например с помощью инструмента скетч на плоскости zx к примеру и нарисую такой с помощью нарисую такой-то сплайн какой-то вот такой сплайн и чтобы у нас все получилось вот эта точка у нас должна касаться водка касаться этой линии поэтому я спроецирую вот эту окружность в этот эскиз не появляется вот такая линия ну делай его construction элемент и вот эти создаю как бы ограничение вот между вот этими двумя точками ограничение у нас будет coincidence constrain вот так так выхожу из режима выхожу из режима и создаю свой первый метод в качестве профиля вот этого профиля я выбираю то что я уже создал вот это окружность циркл один это как бы полукруг или дуга 180 градусов и гайдков то есть линия направления то есть кривая на проблеме не будет вот это теперь попробую нажать на preview не получается вот такой типа вот этого поверхности типа вот этого поверхности но на здесь наверное вот на этот дефолт дефолт бит брат и серфейс дефолт мемплей сплайн дефолт скетч вон вот найти трогать не стоит можем вот здесь рассмотреть один момент есть нас опции релимитер 1 и релимитер 2 что это такое если обратили внимание ребята у меня как бы вот эта поверхность вот эта поверхность при создании начинается от моего профиля от вот этого профиля и продолжается до конца вот этого гайдлайн то есть линии до конца вот этой линии направлении теперь что означает вот этот релимитер давайте рассмотрим я нажимаю на правую кнопку на ноу selection предварительно выборов его и я здесь как бы создаю create a play то есть создаю новый новую плоскость так и новая плоскость у меня будет скажем нормал the curve перпендикулярно к кривой и в качестве кривой я выбираю вот эту кривую скетч 1 так теперь . так точку я выбираю наверное тоже нажимаю на правую кнопку выбираю create a point и точку я тоже выбираю на вот этой кривой on curve и в качестве кривой я убираю опять же эту кривую и где-то наверное где-то вот наверное вот здесь выбирает точку так и нажимаю на окей плоскость я создаю создал нажимаю на окей так и попробую нажать на превью теперь ребята есть обратили внимание у меня вот этот как бы вот эта поверхность у меня начинается от от этой плоскости вот это этой плоскости это получается лимит 1 но реле метр то есть от слова лимит то есть лимит один теперь я в как бы здесь виду лимит 2 или метр 2 нажимая на правую кнопку опять же создаю плоскость играй крита play и опять же наверное создам другую плоскость перпендикулярно как кривой перпендикулярно кривой в качестве кривой выбираю вот этот скетч 1 и давайте вот здесь опять же выберем другую точку нажимая на правую кнопку выбираю create a point и опять же точку я выбираю вот в этой кривой и . у меня будет где-то наверное вот здесь к примеру вот здесь напоминаю вот здесь можете задать расстояние от начала кривой то вот этой точке вручную так нажимая на превью окей вторую плоскость я тоже создаю уже создал жмена окей так вот у нас внутри вот этого свит у меня появляется play 1 play 2 внутри play 1 вас создается . внутри play 2 нажимая на превью так видите теперь когда у нас есть введены реле метр 1 или метр 2 у нас вот эта поверхность создается между вот этими двумя плоскостями двумя вот этими или метрами нажимая на превью нажимаем на окей поверхность на создана есть обратили внимание как я уже говорил вот этой инструменте немножко напоминает рип инструмент рип в парт дизайн но в рип вот таких каких вот таких комплексных инструментов как опции как реле метро один реле метр 2 angular correction вот этого всего нету там это всего нету наверное кроме вот этого реле метр один реле метр 2 на другие вещи пока что обращать внимание вам не стоит это немножко отвлекает ну быть может придет время вы сами как бы будете работать и посмотреть чуть-чуть чему быть может вот в этих опциях вы найдете что-то интересное и что-то полезное для себя так теперь но вот этот первый вариант создание свит мы посмотрели если в один удаляю слепоте мне не нужен нажимаю на тилет выбираю надеюсь спецификации нажимаем делить на клавиатуре нажимаю на окей просто так теперь второй метод первый метод у нас был в древе фрис а второй метод у нас тут гаи ткова с тюга и ткова для теперь нам нужны место 1 1 вот этой кривой направления нам нужны две кривые уже но также вот этот профиль тоже давайте пока нажимаем на нажмем на cancel и создадим еще два отдельных эскиза скетч на плоскости к примеру x y на плоскости x y и у нас будет один скетч это наверное вот такой такой и опять же сайте создаю на ограничение между вот этими двумя точками ограничим у меня будет coincidence констрали то есть кончики двух кривых должны быть в одной точке так это у меня одна кривая выхожу из режима теперь на этой стороне создаю другую кривую опять же эскиз выбираю плоскость x y опять же выбираю и состою так не пони не профайлой а спой такой сплайн и опять же создаю ограничение совпадения то есть coincidence констры между вот этими двумя точками так выхожу из режима и попробую создать sweep с использованием вот этого вот это вот этой формы и вот этих двух кривых направлении ну без этого без первого без скетч 1 давайте вот этот скрою нажимаю на правую кнопку и выберу хочу вот так открывай sweep выбрали метод без дюкать курс так и в качестве профайл я выбираю вот эту кривую полу вот этот округ и гайд карф 1 гайд карф один мне будет вот этот гайд карф 2 мне будет вот этот так ну опять же пока что ничего трогать не буду нажимая на превью у меня появляется вот такая информация пока что на это обращать внимание не будем не создается вот такой как бы такая как бы поверхность такая поверхность но ну вот здесь есть он корень тайп можно выбрать point direction это будет еще сложнее потому что мы здесь должны кое-что еще какие там там на и ввести наверное two points наверное нам достаточно так давайте попробуем поменять вот эти свеча тени скетч 2 местами так вместо скетч 2 я выбираю скетч 3 вместо скетч 3 выбирая скетч 2 к примеру что будет посмотрим нажимая на превью у меня уже получается как бы немножко уже другое появляется другая как бы поверхность при этом при этом обратите внимание ребята у меня поверхность не начинается от моего профиля начинается чуть дальше чуть дальше почему потому что если я посмотрю на вот это все сверху вот это все сверху у меня создается вот здесь вот такой есть вот этот угол у меня получается 90 90 градусов это таки должно быть теперь я покажу обратно то что было вот эти скетч 1 скетч 2 из кисть 3 поменяя местами так скетч 2 и мне будет 10 4 нажимая на превью и так превью так так вот здесь вот еще раз нажимаю на превью так вот здесь вот здесь у меня поверхность как бы должна продолжаться вот досюда как-то так и вот здесь у меня угол должен быть 90 градусов но этого не получается почему потому что у меня профиль заканчивается то есть начинается только вот здесь только вот здесь начинается так теперь нажимаем на окей как бы смотрим теперь откроем свип и посмотрим на третий вариант с пуллинг для этого нам нужен профайл гайдков и да и рекшин давайте нажимая на cancel и вот этот свитого удаляю свита вдали то есть сейчас сейчас нам нужен один профиль кривая и указать направление скажем как это называется направление пуллинг означает тяга или же может быть что-то схожие с гравитации давайте я сейчас покажу профайл у меня будет вот этот гайдков будет на вере например один из вот этих наверно вот этот скетч 3 примеру и дай рекшин ну пусть мне дай рекшин будет скажем например компонент y смай на превью нажимая на превью и смотрю так есть направление из профиль и есть и пуллинг дай рекш это значит что это значит что вот этот вот эта поверхность и притягивается вот в эту сторону по направлению как бы по направлению y можно вот этот вариант посмотреть на превью у нас получается совсем поверхность появляется мне совсем другой стороны вот так 1 2 мы можем выбрать вот эти варианты вот здесь angular сектор 14 нажимая на next нажимая на превью у меня практически ничего не меняется нажимаю еще на next 3 вариант нажимая на превью у меня поверхность переворачивается нажимаю еще раз на next нажимая на превью но здесь тоже практически ничего не меняется в принципе в принципе я думаю вот эти два вари два метода выстегает курс и подопыт полынг дай рекшин они как бы не совсем отличается друг от друга не совсем отличается с единственным может быть единственное отличие это вот это возможность выбора в игру сектор так нажимаем на окей нажимаем на окей и с этим наверное я sweet 3 удаляю удаляю теперь посмотрим на другие варианты так на другие варианты есть у нас профайл тайп линия профайл тайп цирку и профайл тайп в коне так с линией у нас немножко это немножко проще 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 конечно но есть некоторые моменты которые вы быть может вообще не поймете давайте будем рассматривать первый вариант и ту лимит мы здесь должны указать первую кривую и вторую кривую пусть первая кривая у нас будет вот эта вторая кривая будет нас вот это желаем на превью так вот здесь информация нажимая на close пока что не нужно и у меня появляется вот такая вот такая поверхность абсолютно плоская поверхность абсолютно плоская то есть я нажму вид спереди то обратите внимание здесь вот вот эта поверхность sweet 4 как будто не имеет никакой толщины и появляется у меня одна горизонтальная как бы линия это значит что это значит что вот эта поверхность у меня абсолютно плоская то есть можно я могу принять вот эту поверхность за плоскость и вот здесь есть у нас реле метро опции реле метр конечно же тут здесь тоже есть но также есть у нас опция лэнкс 1 и лэнкс 2 так вот здесь ребята если обратили внимание поверхность немножко выходит за рамки вот этой кривой вот это расстояние и есть лэнкс 1 20 20 миллиметров вот здесь вот здесь вместо 20 укажу 0 и нажиму на превью то у меня как бы создается поверхность только между вот этими двумя поверхностями так теперь давайте посмотрим на это все сверху сверху что и как должно быть так почему у меня поверхность не доходит вот до этой точки потому что потому что давайте вот здесь у нас угол 90 градусов и вот здесь у нас угол тоже а нет вот здесь у нас угол 90 градусов а вот здесь мы не знаем какой угол теперь теперь вот здесь у нас угол 90 градусов вот здесь вот здесь не знаем какой угол так в принципе в принципе если я нажимая на preview так давайте что-то поменяем скажем пусть это будет 2 нажимая на preview у меня появляется вот эта информация что это означает что это означает когда информация говорит что мы поверхности не может то есть мы не смогли начать поверхность создание поверхность вот с этой точки потому что если мы создаем поверхность вот с этой точки а продолжение вот этой линии у нас нету то вот здесь никак невозможно создать поверхность поэтому поэтому программа автоматически начинает создать создать вот с этой точки создает линию перпендикулярной к вот этой кривой теперь давайте поменяем местами скетч 3 и скетч 2 место скетч 3 указываем скетч 2 а это у нас будет скетч 3 нажимаем на превью и нажимаем на окей что у нас теперь появляется что у нас теперь появляется опять же смотрим сверху теперь теперь у нас кое-что поменялось вот здесь я скажем двойку поменяю на 0 так у нас теперь угол 90 угол в 90 градусов у нас здесь то есть вот это у нас скетч 2 то есть скетч 2 у меня вот здесь первым стоит то есть угол в 90 градусов создается у меня вот с между вот скетч 2 1 гайдков и вот этой линии и с этой стороны тоже так же с этой стороны тоже так же у нас вот здесь угол 90 градусов так по поводу наверное реле метр 1 миллиметр 2 я показывать не буду нажимаю на окей так и и начинаем и продолжим откроем на опять же sweep посмотрим следующий вариант лимит and middle так но наверное с лип 4 я удаляю сначала так открывай sweep и лимит and middle то есть одна линия у нас у меня будет к конечной линии а другая линия у нее будет в центре давайте попробуем вот эта линия и вот эта линия так нажимая на превью нажимая на полос видите у меня первый гайдков который в моем случае скетч 3 у меня вот эта поверхность у меня начинается от скетч 3 и идет к скетч 2 это то же самое что и что и ту лимит ту лимит но также идет продолжение на вот эти углы я уже останавливается не буду у меня вот здесь 90 градусов у него здесь 90 градусов на это становится не буду менять местами вот это тоже не буду нажимая на окей просто следующий инструмент то есть следующий метод the reference surface reference surface он не спрашивает гайдков и reference surface пусть мне гайдков будет вот это и reference surface у меня будет вот этот sweep 5 так я здесь должен создать 1 и links 2 ну пусть они будут скажем например 50 50 к примеру нажимая на превью у меня вроде бы так ничего не получается попробую нажать на next так у меня опять же ничего не получается но может быть вот здесь так ну скорее всего мы кое-что неправильно делаем ну давайте на этом останавливаться пока что не будем мы продолжим чтобы время у нас не снимать вот на этом я остановлюсь если у нас будет время на следующий занятий следующий вариант reference curve так гайдков наверное опять же этот reference curve наверное скажем вот этот попробуем нажать на превью опять же у нас как бы получается ошибка то есть опять же мы что-то выбираем не так неправильно выбираем ну ну как я уже говорил ребята с этими надо конкретно понимать что к чему что к чему и выбирать конкретные конкретные элементы можно наверное посмотреть давайте переходим на следующее танженцы серфейс но для этого если мы обратим внимание вот на это у нас есть как бы поверхность и создается касательная поверхность к этой поверхности для этого нам нужно на поверхность вот это цвип опять я удаляю и создаю к примеру скажем например вот здесь поверхность пусть это поверхность у меня будет создана с помощью x труд а их труд профи ли у меня будет этот профиль и направление у меня будут по направлению x а так но в обратном направлении линии где-то на где-то в длину наверное где-то 150 к примеру окей но 150 немножко маловато и кажется может быть даже 300 жми науки это так теперь теперь я также создаю так на поверхность на плоскости x y какой-то скажем линию пусть это будет у меня линия вот такая линия выхожу из режима и с использованием вот этой линии и этой поверхности я состою поверхности методом быть танцы сеть сушить гайд коров у меня будет вот этот танцы сессор фейс я будет вот этот нажимаю попробовать нажать на preview так у меня папа все вот этой длине по все вот это для я новой поверхность по все вот этой длине является касательной к от этой поверхности которая создана из полукруга так но здесь других вариантов это только один вариант один только вариант так нажимая на preview переходим на следующий вид драфта ирекшен танженс из серфиса наверное вот на этом ребята зацикливаться наверное не будем потому что мы вряд ли вот всеми вот этими инструментами пользоваться вряд ли пусть потому что но быть может мы воспользуемся только некоторыми из некоторыми инструментами из вот этого списка давайте сразу будем переходить на circle так с circle у нас немножко как бы уже легче понимать это тоже самое это то же самое что это очень похоже созданию окружности создание окружности в на плоскости вот этот метод такой метод раз две два три точки то есть мы можем создать мы можем создать окружность по трем точкам на плоскости а здесь мы создаем поверхность у которого профиль окружность по трем линии по трем линии так я здесь нажимаю на cancel далее вот этот экстрад 1 наверное вот этот скетч 2 тоже удаляю вот этот скетч 3 тоже удаляю вот этот циркл один тоже наверное мне нужен вот этот скетч 4 оставляю давайте еще создам еще один скетч на плоскости x y какой-то наверное вот такой к примеру и еще один эскиз на плоскости x какой-то наверное вот такое к примеру у нас пространстве есть три вот эти линии 3 линии использования ты вот этих трех я попробую создать свыб которого у меня профайл тайм не будет от окружность так гайдкар в один у меня вот гайдкар 2 и гайдкар 3 нажимая на preview так и вот нажимая на коз не появляется вот такая как бы как бы коническая я сказал поверхность коническая поверхность но это самый такой простой вариант очень схожи с созданием окружности по трем точкам на плоскости